H2O В фильме снимались Кариба Хэйн, Клэр Холт, Фиби Тонкин и Ангус Макларен. Автор сериала и продюсер Джонатан Шиф. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Да, секунду. Это тебя. Ну что, ты решила, когда вечеринка? Эмма! Как так можно? Это же традиция! Я знаю, но я не понимаю, как проводить её в этом году. Учитывая, как развиваются события. Новая работа? Дельфинарий в аквапарке. Что? Да, конечно. Тут полно воды, Эмма. Они ведь в ней живут. Да, я помню, что со мной делает вода. Но я не собираюсь позволить этому мешать между собой. Слушай, Эмма, я очень хочу эту работу. Клео? Мне пора. Клео, у тебя всё в порядке? Могу приступить. Иногда она такая упрямая. Ты и правда думаешь, что найдёшь что-нибудь? Я ведь уже сказал, вы круче обычных русалок. У них нет таких способностей. Есть только одно место, где мы поймём, почему так произошло. Это место, где всё произошло. Ладно, тогда я буду собирать с Настей. Нет, без тебя, Льюис. Одна я доберусь быстрее. Ты уверена, что это удачная... ...мысль? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возьми это вовремя, не так ли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, да, спасибо. Соленая вода чуть в глаз не попала. Было бы больно. Да, она щиплется. Но только не тогда, когда ты под водой. Интересно, почему так? Я не знаю. Есть еще много загадочного. Но... Ты еще научишься. Оставайся сухой. Это главное. Клио! По-моему, обычный кулон. Того, что было внутри, уже нет, но... Я нашла его на дне лунного пруда. Это наверняка важно. Может, к нему прилагаются сережки? Я хочу знать, что происходит. Спокойно, дамы. Эмма, это все равно не объяснит, почему вы русалки. Ясно. Однако, я, кажется, сейчас пойму, какие жидкости не превратят вас в рыбу. Йейс, ты что? Ты считаешь это смешно? Фу, гадость какая. Четыре, три, два, один... Растительное масло, никаких изменений. Интересно. Нет, мам, не думаю. Ладно, пока. Что, снова вечеринка? Вечеринка? Каждый год мама устраивает для меня вечеринку, только в этом году ее не будет. Нельзя, чтобы толпы людей проливали напитки, а у нас росли хвосты. И когда все это должно быть? Сегодня. Сегодня? Надеюсь, меня пригласят? Это тебе вряд ли понравится. Правда? Мне? Да я просто создана для этого. Не хочешь, чтобы я пришла? Конечно хочу. Так все будет? Нет, не будет. Жаль. Могло бы быть здорово. Парни, танцы, парни... Это не такая вечеринка, Рики. В смысле? В пижамах. Льюис. Льюис. Значит, с ночевкой. Класс. Это так мило. Жаль, я уже ногти накрасила. Мы могли бы накрасить их вместе, а потом устроить бой на подушках и заплетать какие-то. В этом 32% воды. Ты как? Класс. Спасибо, Льюис. Она что-то знает? Это как? Не уверена. Но она знала, что мне опасно промокать. Ты промокла? Я знала. Одна капля. Я быстро ее вытерла. Ничего не случилось. Я осторожна. Я могу там работать. Я говорила, нам надо это обсудить. И что бы это решила? Ты просто боишься. Вовсе нет. Да. Боишься за меня. Боишься провести вечеринку. Так вот, я так больше жить не собираюсь, Эмма. Я не хочу бояться каждой капли воды. Как бы безумно это ни звучало, я согласна с Клео. В этот раз. О! Откуда это у тебя? Лунный пруд на острове Мака. Какой красивый. Мам, привет. Рассылай всем приглашение. Да, все девочки из списка. И еще Рики. Клео права. Если я сейчас откажусь, получится, что я сдаюсь. Три колы со льдом. Это еще зачем? Вам же хочется пить. Прошу. Сливовый сок. Умно, Зен. Очень умно. У Эммы будет вечеринка. Эй, вечеринка у Эммы. Тебя пригласили. Разрядился? Нужна мне ее дурацкая вечеринка. А почему бы нам с тобой не пойти? Нас с тобой не пригласили. Сюрприз. Да ладно. Кому нужно приглашение? Эм. А ты уверена, что нам опять нужна люцерна и черносморозиновый сок? То есть? Ну, я подумала, может в этом году, раз уж ты ушла из команды, стоит попробовать что-нибудь новенькое. Например? Сахар. Может, тогда еще и жирное молоко? Глупости какие. Ты уверена, что это понравится? Ну да. Все будут в восторге. Персональные бутылочки. И ничего не прольется. А, это? Скажи, что мама убирает. Комната чудесная. Не волнуйся, я не буду вам мешать. Вот, суши. Для начала потом будет сои и бургеры с тофу. И вам, наверное, стоит убрать эти полотенца. Спасибо, мама. Ой, исчезаю. Веселитесь. Привет, заходите, вы вовремя. Привет, Эмма. Привет, Клио. Привет, Клио. О, а у тебя здорово. Как мать, ты как-то родился. А, что такое? Часто вкусно. Ух ты. Ой, все вкусно. Вот это надо обязательно попробовать. Твоя мама все еще делает овощной салат. Я тут кое-что принесла на всякий случай. Может, я больше и не плаваю, но ем все равно мало. Извини, но мне вставать в пять утра на тренировку. И Джей тоже, и Келли. Успокойтесь. Я приготовила наверху комнату для тех, кто рано уснет. Спасибо, Эмма. Нам так тебя не хватает в команде. Я плаваю. Иногда. Какие милые. О, смотри. Смотри, попробуй. Вот это. А мне вот это вот пышно. Вот это. Я говорила, тебе не понравится. А это вообще кому-то нравится? Не знаю, на какой номер ты послала приглашение, но оно куда-то делось. Может, последуешь за ним? Молодец, что пришла. Зейн, как я рада тебя видеть. Проходи. Какой приятный сюрприз. И Мириум сто лет тебя не видела. Ненавижу нахалок. Хочешь, чтобы я ее вышвырнула? Только скажи. Не надо. Не хочу устраивать скандал перед мамой. А как ты, Зейн? Твоя мама пригласила нас поужинать с вами. Надеюсь, еды хватит. Зейн тоже об этом подумал, поэтому принес кое-что с собой. Крошки. Диетические. Как предусмотрительно. Мам. На минутку. Мам, я их не приглашала. Но они уже пришли. И ты пригласила их остаться. Эмма, может, вы с Зейном теперь не ладите, но все равно он друг семьи. Ты должна постараться. Он милый парень. Ну ладно, мне пора. Веселитесь. Эй, переоденемся в пижамы. Давай. Пошли, пошли, пошли. Это параллельная вселенная. Да, конечно. Ну и что дальше? Мне скучно, рассказывайте. Вот это и правда скучно. Все говорят с Зейном. Он что-то задумал. Да, перетянуть на себя одеяло. Зейн, надо поговорить. Сейчас же. Извини, Эмма, не могу. Я нужен девочке. Зейн. Правда, Эмма, я не могу их оставить. Не волнуйся. Что? Извините, дамы. Со мной хотят пообщаться наедине. Ты только посмотри. Фотографии из начальной школы. Что бы ты ни задумал, Зейн, забудь об этом. Я тут с Мирием, и все. Да ну, а твоя девушка не против, что ты со всеми флиртуешь? Девушка? Не думаю. Я просто позволяю ей быть рядом, когда мне это удобно. Ну и мерзавец. Я? Эй, я и одежду купил на этот вечер. Выгодная сделка. Пирожков хотите? Эмма, нет, пожалуй, это подарок. Для тебя и твоих гостей. Но ты же гость, Зейн. Ешь? Давай. Как насчет этого? Ммм, вкусно. Может, мне и к самому съесть? Что? Вы же не думаете, что я положил туда чернослив или еще что-нибудь? Ладно, пойдем, Зейн. Ты пожалеешь. Я ведь душа этой вечеринки. Эй, Эмма, покажи свой кулон. Минуточку. Избавься от него. И очень прошу тебя, не пускай его. Я не удивлюсь, если он вернется. Какой красивый. Какой милый. А ты не хочешь надеть пижаму? Да, только принесу еще подушек. В чем дело? Он почти пустой. Я разберусь. Нет, я сама могу. Нет, нет, ты же гостья. Нет, правда. Ой, так мне жаль. Я сейчас догоню. Ты там как? Секундочку. Эй, Клио, вечеринка тут, а не там? Одну минутку. Сейчас, сейчас. Клио! Пора поваляться и посмотреть кино. Так, девочки? Да. У меня есть идея. Нет, это была мысль Клио. Думаю, она должна начать. Да, Клио? Твоя очередь. Клио, Клио. Вы серьезно рискуете? Я тяжелее, чем кажусь. Клио, Клио. У меня морская болезнь. И боязнь высоты. Клио, 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 Клио. Клио. Ну вот опять. Каждый раз, когда в этой комнате много народу, становится жарко и что-то случается с давлением. И бах! Напитки. Твои напитки испортили мой новый топ. Клио, это я. Открывай. Клио, это я. Открывай. Знаете, это худшая вечеринка в моей жизни. Спасибо за потраченные впустую три часа жизни. Верни. Что вернуть? Ты знаешь, о чем я говорю? Уйди с дороги. У меня еще куча дел. Чао. Воровка. Да ладно. Твое слово против моего. Тебе никто не поверит. Эй, а некоторые решат, что-то ты его украла. Увидимся. Ты не виновата, что промокла. Но я виновата, что все это происходит. Я тебя уговорила. Я рада. Иначе мне пришлось бы всю ночь смотреть телек. По крайней мере, люцерна и черно-смородиновый сок тебе не грозят. Клио, ты права, что устроилась в дельфинарии. Мы не можем всю жизнь прятаться. Я права? Я? Боже, мне надо к этому привыкнуть. Мириам хватило наглость это украсть. Может, расскажем всем? Нет смысла. Она права. Ее слово против моего. Надо идти веселиться. Нет, не надо. Это явно не мое. Эй, Эмма, у кого из главцов самые классные ноги? У Сэма. Да ладно. Джошуа. Круче. Давайте к нам. Мы придумываем идеального мужчину. Что скажешь, Эрике? Так и будем всю жизнь думать о плохом? Может, эти девчонки и не такие ужасные. Лучше пусть будет у тебя. У меня? Но это ты его нашла. И почти позволила его украсть. Я знаю, тебе он нравится. Бери. Точно? Тот, кто может спрятать свой хвост в разгар вечеринки, точно сможет присмотреть за этим. Идем. Смотри. Ого, ты это видела? Ух ты. Просто молодец, Клио. Ты начинаешь осваиваться. Спасибо, миссис Гэддес. Ты нашла его в пруду, так ведь? На острове Макку. Это Грейс потеряла его там. Пятьдесят лет назад. Значит, вам... Мне шестьдесят пять, да. Но выгляжу не больше, чем на шестьдесят восемь, правда? Я не об этом говорю. Я знаю, о чём ты. Даже если ты не знаешь. Как тебя зовут? Клио. Ты сильная, Клио. Наслаждайся. Радуйся жизни. Возможно, у вас всё будет хорошо. Со временем. Подождите. Постойте. О чём это вы? О чём это вы? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...